Прошлые новогодние каникулы сестры провели вместе в Куршевеле, но после громкого скандала предпочитают отдыхать по отдельности. Сейчас Ольга наслаждается снежными склонами элитного Куршевеля, а Анна каникулами в Сочи. Я же говорила, что обязательно вернусь в это сказочное место, и не раз, написала накануне Нового года Ольга Бузова в своем инстаграм. Куршевель – поистине красивое место, но отдых на склонах французских Альп доступен далеко не каждому, так как каникулы здесь влетят в копеечку даже хозяевам золотых кредитных карт. Первую неделю января на курорте называют русской. Одними из первых заснеженные трассы еще в 90-х облюбовали Михаил Прохоров и Владимир Потанин. А с недавних пор дорогие рестораны-курорты переполнены не только российскими олигархами, но и знаменитостями. Элэпаджи Каурчевелл, в котором остановилась Ольга Бузова и Давид Манукян. Находится на самой высокой точке Куршевеля 1850, в самом сердце района Джардин-Алпин, излюбленном месте ценителей красоты великолепных гор. Отель удостоен звание Палас и имеет прямой доступ к трассам. Цены на номер в обычные дни от 130 тысяч рублей, 1900 евро до 530 тысяч рублей, 7750 евро за ночь. Предложение включает проживание, полупансион, завтрак и обед или ужин, а также доступ к Wi-Fi. В горы тянет меня неудержимо. Я всегда с трепетом и радостным предвкушением жду, когда же я снова смогу покататься, когда же снова смогу вдохнуть этот воздух, воздух свободы, воздух чистоты. И я всегда знаю, что этот день однажды наступит, когда снова ноги будут шагать вверх, и сердце рваться к вершинам, поделилась эмоциями Ольга. Ехали за свежим воздухом, горами, атмосферой и снегом. Все есть, кроме снега. Менее радостно рассказывала о планах на новогодние каникулы Анны Бузова. Остановились в Ice Design Hotel, очень уютное и атмосферное местечко. Ice Design Hotel расположен на высоте 1170 метров в горной Олимпийской деревне сочинского курорта Роза Хутор. Визитной карточкой отеля можно по праву считать дизайнерские граффити номера. Комнаты оборудованы удобными кроватями, вместительным шкафом для одежды, рабочим столом и тумбочкой. Стоимость комнаты в праздничные дни варьируется от 10 до 16 тысяч рублей, в зависимости от категории номера. Однако, судя по количеству отметок аккаунта в Instagram Анны, проживание досталось ей по бартеру. Бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, комната для сушки спортивного снаряжения, вкусные завтраки со свежей выпечкой и кофе в уютном лобби-баре. Гостей ждет хороший отдых. Правда, в отличие от Куршевельского ЛПДЖ, отель находится в 10 минутах езды от центрального горнолыжного подъемника Заповедный лес, до которого в зимний период предоставляется бесплатный трансфер. Мы сделали это. Отстояли сумасшедшие очереди на подъемнике. Но все же добрались до высоты Роза Пик 2320. Горы – это любовь. Такая красота. Сложно описать словами. «Мы уже начинаем планировать поездку сюда на февраль», – писала Анна. На курорте младшая Бузова провела всего три дня, а затем вернулась в Москву. В то время как ее сестра окажется ненамеренно приступать к работе, планируя и дальше наслаждаться снежными склонами и едой в лучших ресторанах. Напомним, в начале прошлого года между сестрами случился скандал. Обе девушки провели несколько дней в Куршевеле, но возвращение в Москву стало роковым. Старшая Бузова летела бизнес-классом, а младшей пришлось довольствоваться экономом. «Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить». «Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», – писала тогда Анна. Несмотря на то, что первое время сестры делали вид, что перелет – вовсе не признак ссоры, однако почти сразу они отписались друг от друга в Инстаграм и перестали публиковать совместные снимки. Правда, в ноябре, после сольного концерта Ольги, стали поговаривать, что Бузова помирилась с сестрой. Поводом стало признание самой звезды. «Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец. Люблю», – заявила она со сцены, но других подтверждений долгожданного воссоединения не последовало. Субтитры создавал DimaTorzok